Возвращаемся к выпуску. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Двух алматинских школьников с менингитом госпитализировали в инфекционную больницу. Оба ребенка ученики одной гимназии и одноклассники. В учебном заведении тут же объявили карантин, а детей, которые находились в тесном контакте, с больными изолировали. Всех взяли под наблюдение специалисты. Тем временем санврачи снова бьют тревогу. В городе все больше подростков заболевают менингитом. Владимир Бовкис о тревожной ситуации. Практически друг за другом двое учеников этой алматинской гимназии оказались в инфекционной больнице. Руководство школы уверяет, никто из детей не жаловался на плохое самочувствие, головные боли и тошноту. Педагоги тоже не замечали ничего подозрительного, никакой слабости и температуры. Однако сразу двое учеников одного класса слегли с менингитом. Первым делом в школе объявили карантин, а одноклассников заболевших срочно отправили на медосмотр. Под наблюдение взяли не только детей, но и родителей всего класса. Директор гимназии недоумевает, как такое могло произойти. У нас учебные кабинеты между сменами и после смены кварцуются. Почти у нас во всех кабинетах есть кварцевые аппараты. Проветриваются на перемене кабинеты. Так как кабинет занимается по два класса, второй класс мы перевели в другой кабинет. И все же оба ребенка госпитализированы серьезными формами менингита. У одного серозный, у второго гнойный. Но такие диагнозы сразу исключают версию того, что они могли заразиться друг от друга. Тем не менее, сам факт встревожил родителей не только заболевших учеников, но и остальных алматинцев. Насторожились и санврачи, которые, глядя на растущее число детей больных менингитом, естественно, опасаются вспышки. У нас в этом году зарегистрировано 205 случаев серозного менингита, из которых, по сравнению с прошлым годом, это рост на 22%. И из которых практически основная часть больных приходится именно на школьников. Гнойных менингитов у нас 46, из которых 87% опять-таки приходится на школьников. Медики не перестают просить родителей не игнорировать элементарные правила профилактики заболевания, начиная с вакцинации и заканчивая гигиеной. Случается также, что алматинцы завозят менингококковую инфекцию из-за границы, возвращаясь с отдыха. Они не подозревают, что уже больны. К слову, серозная форма менингита может сразить организм после купания или немытых фруктов. Эпидемиологи снова проводят разъяснительные беседы в детсадах, школах и вузах Алматы. Владимир Бовки, Скинжи Амраев, Алматы, Хабар, 24.